Я уже люблю играть в прятки! В Санкт-Петербургском университете состоялось торжественное открытие социальной клиники. Студенты и направление социальной работы теперь имеют возможность, не отрываясь от учебного процесса, пробовать себя в реальной работе. Появляются молодые ребята, девочки и студенты наши, которые будут оказывать бесплатную помощь, как минимум, я надеюсь, тысячи горожан. При этом это делать будут профессионально и качественно. Я хотела бы уточнить, что это обязательная часть учебного процесса. Обязательная часть учебной программы. Каждый студент должен будет пройти эту практику. Они будут погружены в практическую деятельность с первого курса. И погружены все. То есть не будет ни одного студента, кто не пройдет эту практику. Тот, кто не пройдет, то есть получит незачетность. Это чисто. На встрече с журналистами Екатерина Геннадьевна говорила также и о том, что социальный работник – это не просто профессия. Это миссия, которая требует от человека полной отдачи. В такой работе не должно быть случайных людей, а помощь, оказываемая социальными работниками, должна быть реальной. Ведь цивилизованность общества определяется качеством социальных институтов. И университетская социальная клиника в данном случае становится для будущих специалистов своеобразной лакмусовой бумажкой, которая выявляет способность или неспособность человека проявлять искренние миссионерские качества. Очень важно, какие люди приходят работать в эту сферу, как они решают эти проблемы. Мало того, мы же знаем, что большое количество людей после образования идут в совсем другие отрасли. Здесь очень важно, чтобы они оставались. У нас эта проблема есть. И это обоюдное движение дает возможность оценить человеку, студенту, абитуриенту свои возможности и дальнейшую судьбу. Дом Милосердия является базовой площадкой для реализации практической работы по модели социальной клиники. Специалисты, работающие здесь, очень хорошо понимают, насколько важен процесс адаптации при вхождении в такую сложную профессию, особенно уже на студенческой скамье. Для тех, кто не имел опыта благотворительной работы, волонтерской работы, до того, как он попадет в такую организацию, как наша, или в любую другую, там, дом-интернат для детей, детей-инвалидов или пожилые люди, это, конечно, будет сложно, потому что в каком-то смысле это может быть такой шоковый, даже барьерный. Но адаптироваться к этим условиям, конечно, важно, потому что если это поле деятельности для них в будущем, а мы бы хотели, чтобы это для многих из них становилось действительно полем профессиональной деятельности, чтобы университет, который готовит теоретически хорошо своих студентов, он еще и в практической сфере дал с помощью вот таких организаций, с помощью таких клиник, им те навыки, без которых потом многие из них, ну, долго будут еще себе набивать шишки, вот, а кто-то, может быть, и просто уйдет в другую сферу, хотя бы здесь, хотя здесь мог бы приносить много пользы. Реабилитационный центр осуществляет поддержку детей, которые временно оказались в сложном социальном положении. Атмосфера здесь царит дружелюбная. Этому способствуют и волонтеры, и те, кто уже с гордостью носит имя социального работника. А в другой обстановке и нельзя восполнить недостающие детям любовь и заботу. Наверное, сложнее работать больше с их родителями, да, и со взрослыми, которые делают какие-то вещи, которые непонятны для тебя, а с детьми сложности нет. Да, конечно, у них есть девятное поведение, да, они не всегда вписываются в общепринятые рамки изначально. Но при этом постепенно, да, когда они у нас здесь находятся, они становятся воспитанными, замечательными и отдают очень много любви. Социальная клиника не единственная в своем роде. В СПБГУ уже давно успешно осуществляют свою работу юридическая и психологическая клиники. В скором времени планируется открытие клиники филологического направления. Александра Собынина, Евгений Горяев, телеканал МОСТ.